Электронные пропуска начнут действовать в нашем крае с 21 апреля. Это следующий вторник. Напомню, с этой даты все сотрудники компании, которым разрешено работать в условиях самоизоляции, смогут ездить на предприятия и обратно домой только при наличии этих пропусков. Тем, кто останется дома, тоже нужно будет получить электронные документы. Но не всем. Как это сделать и кому необходимы пропуска, подробно расскажем в следующем материале. Итак, электронный пропуск. Это документ на небумажном носителе. Цифровой код, который позволяет идентифицировать его владельца. Его выдает работодатель, чтобы сотрудник мог предъявить полицейскому и тем самым подтвердить, что имеет право на перемещение по городу. Помимо сотрудников компании, которым разрешено работать в период самоизоляции, такие пропуска должны получить красноярцы перед тем, как выйти из дома. Пропуск не нужен, если вы идете в магазин, выносите мусор, выгуливаете собаку, тренируетесь на придомовой территории или прогуливаетесь с грудным младенцем. Если необходимо выйти из дома по другим причинам, например, в больницу для получения госуслуг по предварительной записи и так далее, вы должны оформить цифровой пропуск. Для этого нужно зайти на специальный сайт и заполнить анкету. После обработки запроса, если вы получите одобрение на экране мобильного телефона или компьютера, появится QR-код, который можно будет сохранить или сфотографировать. Этот QR-код вместе с паспортом необходимо предъявить полицейскому, если вас остановят на улице. Важно отметить, что получить разрешение на выход из дома можно всего два раза в сутки. Если у вас нет компьютера или смартфона, в край по-прежнему действует система объяснительных, написанных от руки. То есть, выходя из дома, вы должны указать свою фамилию, имя, отчество, фактический адрес проживания, цель, маршрут и время возвращения. И обязательно взять с собой паспорт. Напомню, если вас остановят на улице без электронного пропуска или объяснительной, вам грозит штраф до 3000 рублей.